Я хочу всем нашим взрослым друзьям представить защитника Томинской земли, я правильно говорю? И всего Челябинской области, руководителя движения СтопГОК Василия Викторовича Московца. Я хочу отметить, что вот мы стоим в зеленых шапочках, моя-то свеженькая, Василий Викторович приберег ее с позапрошлого года. Пожалуйста. Спасибо, Ольга Ивановна. Уважаемые дорогие златоустовцы, очень рад приветствовать вас от имени нашего всего движения СтопГОК. Вы наверняка, может быть, слышали, может быть, не слышали. Кто-то смотрит еще передачи первого канала «Человек и закон. Ложь и клевета. Момент лжи и клеветы». И там периодически раз в месяц или раз в два месяца про нас показывают. Так вот, знаете, хотел очень-очень коротко, чтобы все замерзли и хочется чайку выпить. Я очень коротко хотел сказать, что и два года назад об этом говорил, и сейчас скажу. То, что вы сделали три года назад, то, что вы защитили вот этот лес, в котором мы стоим, и уже третий раз собирается фестиваль экологический, это просто фантастика. И это по-настоящему историческое событие в истории нашей страны, в истории Южного Урала абсолютно совершенно точно. И когда у нас что-то не получается в Челябинске, когда у нас не получается борьба с офшорниками, да, с так называемой русско-медной компанией, которые к нам пришли и говорят, мы вас сейчас осчастливим, мы на ваших садовых участках, на вашей земле выроем два карьера глубиной по 500 метров и построим горно-обогатительный комбинат. Что-то у нас получается, что-то у нас не получается, но вот ребята не дадут соврать, и я всегда про себя говорю. У нас все получится, у златоустовцев получилось, и у нас обязательно все получится. Мы с одной с вами породы, с Уральской, и огромное вам спасибо за такой пример, за ваше мужество, за вашу выдержку, за фантастическую историю, когда вы полгода здесь жили, защищали, ночевали свой лес. Огромное вам спасибо от всех нас челябинцев. Ура! У Василия Викторовича есть диплом первого фестиваля, вот для того, чтобы у него копились дипломы, я хочу ему вручить диплом. В общем, Органсонный комитет экологического музыкального фестиваля «Веселая горка» выражает глубокую благодарность московцу Василию Викторовичу за вклад в развитие экологической культуры населения и защиту окружающей среды. И также передать такой же диплом Юрию Борисовичу Черкасову, которого мы любим, помним. Он нас тоже не забывает, судя по комментариям. И вот ваших молодых людей я хочу пригласить на сцену. Дмитрий, вот ваша шапка-ушанка, она не котируется здесь на фестивале. Все согласны? Да. Вам вручается вот обмен. Бурные аплодисменты. Так. Капочка-посвящение. И? Мария. Отлично. Вот заметьте, в семье веселогорцев прибывает. Это вам. Да, сверху одевайте. Вась, помоги. О, супер! Снимаем. Спасибо вам, друзья, не уходите. У нас хозяйка Медной горы, она вот такие волшебные кольца дарит. Они были черные, когда мы сюда принесли, но под настроение светлеют. У светлых людей они светлеют. Это чтобы вы знали, куда возвращаться кольцованные птичкими наши. Правильно? Вам на удачу, да-да, вам на удачу. Все. Здорово, что у нас есть замечательные друзья. Сейчас я попрошу всех от костра, всех подойти сюда. Пожалуйста, пройдите все веселогорцы сюда. Сережа, иди сюда, Верченко, пожалуйста. Мы еще не прощаемся, подождите, пожалуйста. Я хочу, чтобы мы сейчас, минутой молчания, почтили память тех, кто защищал веселую горку. Это Люба Эльгузина, которая ушла от нас буквально после того, как сняли палаточный лагерь. И буквально в этом году, в сентябре, несколько недель назад от нас ушел Миша Усков. Кто помнит, Миша Усков – это тот человек, который взял на себя инициативу. И в 36-й школе мы выдвинули его кандидатуру на проведение публичных слушаний. И тогда Миша отлично провел слушания и в зале, где было сотни человек, и в рекреациях, где уже было тысячи. Миша озвучивал наше решение, и мы все единогласно проголосовали за сохранение веселой горки. Минута молчания. Спасибо. Так и верим, так и верим, но наяву распахнувает и верим. А мы проходим зал и будем продолжать наш фестиваль.